Балтийские тигры – условное наименование государств Прибалтики в период их экономического бума, после мирового кризиса 2008 года, нанесшего тяжелый удар по экономике и финансовой системе стран Прибалтики. Термин «Балтийские тигры» по отношению к экономикам этих стран более не используется. Характеристика – в 2006 году ВВП Эстонии вырос на 11,2%, Латвии – на 11,9%, Литвы – на 7,5% по сравнению с предыдущим годом. В то же время одной из негативных характеристик экономического роста государств Прибалтики являлся возрастающий дефицит по текущим операциям. Прибалтийские государства вошли в Евросоюз в мае 2004 года. На 2010 год был запланирован переход этих государств на евро. На момент вступления в Евросоюз среднедушевый доход здесь был значительно ниже, чем в среднем по ЕС и имелись большие надежды, что проводимая политика позволит если не достичь, то хотя бы приблизиться к этому уровню. В декабре 2009 Европейское статистическое бюро «Эростат» сообщило, что если бы не кризис, Литва по ВВП на душу населения уже догоняла бы Евросоюз. Воловой внутренний продукт Литвы на душу населения по паритету покупательной способности в 2008 году составил 62% от среднего уровня ЕС. Это больше, чем в Польше, но на 5% меньше, чем в Эстонии. ВВП Польши на душу населения составлял 56% от среднего уровня ЕС. Латвия – 57% Эстонии – 67%. Однако затем последовало значительное падение темпов роста, вплоть до сокращения ВВП. По данным Еврокомиссии, в настоящее время некоторые страны ЕС уже находятся в стадии рецессии. В частности, рецессия началась в Эстонии и Латвии. Спад ВВП в Литве составил 16,8%. По итогам 2009 года все три государства Прибалтики оказались в пятерке худших стран мира по динамике ВВП. В 2008 году уровень безработицы в странах Прибалтики превысил средний по ЕС. В Латвии он за год вырос с 5,7% до 10,4%, в Эстонии – с 4,1% до 9,2%, в Литве – с 4,3% до 8%. Летом 2009 года наиболее высокий уровень безработицы был зафиксирован в Латвии и Эстонии. Статистика – годовой рост ВВП ВВП на душу населения международный доллар причины и предпосылки кризиса. Основной причиной экономического кризиса в Балтийских странах стал резкий приток спекулятивного капитала из банковских систем западных стран, в особенности Швеции, США, Германии и ДР и крайне либеральная система кредитования населения. Получая кредиты от западных банков населения Латвии, например, тратила их в основном на покупку импортных же товаров в массово открывающихся гипермаркетах, также принадлежащих зарубежным компаниям, в результате выдававшиеся кредиты практически немедленно уходили обратно за границу. Отрицательный торговый баланс увеличивался и вынуждал правительство прибалтийских стран занимать все больше денег за рубежом. Внешний долг резко возрос, достигнув в Латвии 160% ВВП. Кроме потребления, другим популярным средством вложения кредитов стали спекуляции на рынки недвижимости, куда устремился более крупный спекулятивный капитал. О неоправданном росте цен на недвижимость еще в докризисный период свидетельствовало хотя бы быстрое сокращение численности населения тех городов, в которых спекулятивный бум был наиболее заметен. Кроме того, балтийский экономический бум проходил на фоне отсутствия роста энергопотребления, что еще раз подчеркивало его спекулятивный характер. Когда стало очевидно, что за спекуляциями не стоит реальный спрос, последовал обвал цены рынки жилья, по сравнению с пиковыми ценами на жилье, которые были зафиксированы в 2007 году. К концу 2011 года больше всего цены на квартиры упали в Риге на 58,8%, в Вильнюсе – на 39,2%, в Таллине – на 36,6%. Резко возросла инфляция и безработица, которая больше всего ударила по русскому и русскоязычному населению, среди которого выше доля занятых в частном секторе и ниже – в госаппарате. В результате кризиса темпы эмиграции населения прибалтийских стран резко возросли. Так, число выезжающих из Литвы в одном только 2010 году достигло 83,1 тысячи, в 2011 – 54,3 тысячи – демографическая составляющая. Кроме этого, немаловажным является и тот факт, что население всех трех прибалтийских стран находится в стадии интенсивного сокращения еще с начала 1990-х годов. Что объясняется как естественной убылью, так и миграционным оттоком. К примеру, население Риги сократилось на 23% за период с 1991 по 2011 год. Это, в свою очередь, ведет к увеличению нагрузки на бюджет со стороны лиц пенсионного возраста. В таких условиях сохранять высокие темпы роста внутреннего потребления и производительности труда математически невозможно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова